Всем привет! Вы на канале Дошелчик. И сегодня мы будем делать барометр. Да, будем делать очередной прибор для школы. Школьный барометр. Но делай. Взяли обычную банку. Просто в банку положить. Все, положила. Закручиваю. Какую часть, посмотри. Все стоит ровненько. Подсохла? Да. Что делаем дальше? Открываем. Доставай. Переворачивай. И подклеивай. И подклеивай с обратной стороны. Подсохла? Да. Клей наш подсох. Клей подсох. Теперь при помощи красителей. Обычные пищевые красители для яиц. Мы подкрасили воду. Добавим воду в баночку. Вставляй и хорошо закручиваем. Смотрите, как поднялась. Средним показателем атмосферного давления считается уровень 760 мм рт. ст. Подождем, пока давление в барометре стабилизируется. Прошел час. Давление стабилизировалось. Уровень жидкости в трубке теперь ниже, чем уровень жидкости в банке. Жидкость вытеснил в воздух. К сожалению, мы не зафиксировали какое давление по прогнозу погоды в данный момент. Но дальше будем фиксировать. Прошло 3 дня. На улице дождь. По прогнозу давление 740 мм рт. ст. Посмотрим, что показывает барометр. Жидкость в барометре поднялась под самый верх. Даже вытекла из него. Не рассчитывали мы на такое значительное понижение давления. Иначе взяли трубку подлиннее. А еще, по наличию капель на стенках, этот барометр может прогнозировать вероятность осадков по принципу барометра из лампочки. 16 апреля. Давление немного приподнялось. Поднялось. Сколько давление? 755 мм рт. ст. А сколько у нас в баночке? На каком уровне жидкость? Почти на единичку. Почти единичка. Почти единичка. Работает наш барометр? Да. Как он работает? Объясни. Когда давление опускается, Вода в трубочке поднимается. Когда повышается давление, Вода в трубочке понижается. Да. Опускается вниз. Мы видели и то, и другое. Правильно? А что даст это нам? По повышению или понижению давления? Если давление падает, то это означает, что будут осадки. Если давление повышеается, то это означает, что будет солнечная погода. И можно идти гулять? Ага. Ну иди гуляй. Всем пока До новых экспериментов